Вы находитесь в охотничьем угодье. Цель вашего визита, куда поехали? В Новый год отмечать. На воды, да? На воде, на воде. Понятно. Запрещенное оружие, что-то есть у вас? Ничего нет. Только вон. Ничего нет. От любителей встречать самый любимый праздник года на природе нет отбоя. Люди едут с семьями и компаниями на турбазы, которые находятся вблизи охот-угодий. Добыча там строго регламентирована, поэтому в Госкомитет по охране животного мира устанавливают мобильный пост для проверки проезжающих, чтобы у людей, если есть оружие, были и все положенные документы. Но не все знают эти правила. У этого жителя Узбюрия есть разрешение на охоту, но на другой территории. В отношении вас будет составлен административный протокол. У меня презумпция невиновности. Вот в чем дело. А такая? Это вы мне должны доказать, что я не прав. А не я вам должен доказывать, что я не верблю. Как водится в таких случаях, мужчина начинает звонить неким знакомым с положением, которые якобы помогут разрешить ситуацию. Однако инспектор в соответствии с законом составляет протокол и конфискует оружие. Начиная с конца декабря в Усебаканском районе было зафиксировано как минимум пять нарушений. И, возможно, цифра еще вырастет. Свою работу пост продолжит до конца недели. На связи, 44-й. Как у вас обстановка? Все спокойно. У нас тоже без происшествий. Мобильный пост несет вахту круглые сутки. Смена одной группы длится неделю. Все это время инспекторы здесь живут и обеспечивают себе нехитрый быт. Постоянное дежурство необходимо и потому, что рядом находится особо охраняемая природная территория, заказники Скачинский. Любая охота там запрещена. И благодаря усилению контроля со стороны властей, браконьеров из Узберской тайги практически удалось выжить.